Приветствую вас. Для начала хотелось бы заметить, что вы просите у нас, да, вы просите у нас помочь вам разобраться в данной ситуации, да, то есть вы просите нам помочь вам именно разобраться в этой ситуации, но если вы хотите разобраться в этой ситуации, то наверное, наверное, вам должно быть что-то непонятно тогда. Да? Ну, очевидно, что вам должно быть что-то непонятно. Если вам что-то непонятно, то как минимум желательно, чтобы вы об этом сказали, ну, чтобы вы выразили то, что вам непонятно, чтобы вы высказали, что именно вам непонятно в данном случае. Потому что, ну, вот, согласитесь, что все, что вы описали, вроде бы все предельно ясно. Вот. То есть я понимаю, что есть вещи, которые вас беспокоят. Я понимаю. И я понимаю, что вы не можете человека забыть. Я тоже понимаю. И я понимаю, что самое неприятное во всем этом именно то, что вы не можете его забыть и то, что у вас есть чувства к нему. Я это понимаю. Я понимаю. Я хочу, чтобы вы, чтобы вы сформулировали для начала, что именно вам непонятно. Просто сформулировали. Потому что ваши вопросы, которые вы задаете, да, вот, они, ну, вот, к сожалению, да, никак не связаны никак с тем, что вам непонятно. Понимаете? То есть вы спрашиваете, может мне сказать ему, что я его люблю. Так это вам решат. В зависимости от того, какие вы испытываете чувства к человеку, да, в зависимости от того, что у вас за чувства к человеку. Вам и решат. Говорите ему о своей любви или нет. В зависимости от того, чего вы ждете от него в результате признания. И стоит решать. Если вы хотите признаться, чтобы он был с вами, нет. В таком случае говорить не стоит. Если вы ждете, что после признания в любви он вам, ну, он вам что-то даст, например, да, или он там будет с вами, или там, да, вот, что-то еще. Если вы ждете этого, то нет, нет. Не нужно. Тогда не нужно. Тогда не нужно, потому что вы будете впадать. Вот. Если же у вас к человеку чувство такое боли, на него направлено, да, то есть вы хотите, чтобы ему было хорошо, чтобы он был счастлив, то в таком случае можно ему и признаться. Вот. Но, опять же, только в том случае, если вы наверняка уверены в том, что его отказ вас, например, не расстроит, да, или не вызовет у вас каких-то негативных чувств и эмоций. Вот. Только в этом случае можно утверждать, ну, можно рекомендовать вам, точнее, значит, признавать ему в своих чувствах. Но, опять же, это вам решать. То есть, знаете, здесь дело не в том, чтобы разобраться, например. Да, здесь дело не в этом, не в разборе дело, скорее. А здесь дело в том, что вы не уверены в себе, вы не знаете, как поступать. Чтобы понять, как поступать вам в этой ситуации, нужно определиться с вашими ценностями, с вашими жизненными ориентирами. Например, вы, очевидно, мало внимания уделяете своему личностному росту. Вы, очевидно, мало внимания уделяете своему развитию, раз у вас есть время и возможность думать о том, кто не с вами. Например, у вас есть некие, возможно, нереализованные желания, которые вы пытаетесь реализовать за счет, собственно, мужчин, за счет мужчины пытаетесь реализовать. Что является, конечно, деструктивным аспектом для вас, потому что свои желания человеку нужно реализовываться самому. То есть человек не может за счет других людей реализовывать то, что ему нужно. В данном случае, поскольку вы не можете забыть его, и это ваша проблема, что вы не можете его забыть, я полагаю, что вы перекладываете ответственность на мужчину за себя, за свои желания, за свои потребности. Может быть, может быть, может быть, даже за страхи. Вот за те страхи, которые у вас вероятно есть. Вот. Я думаю так. На вопрос о том, на вопрос о том, что вам делать, да, я мог бы ответить примерно так. Вам нужно определиться с природой своего чувства и природой того, что вы не можете его забыть, да. То есть, по какой причине вы не можете забыть своего молодого человека. Что вообще, значит, не могу забыть. То есть, вы не сможете забыть молодого человека. Ну, потому что, извините, да, это, как бы, память и воспоминания, они у вас будут в любом случае. Что я хочу делать не в воспоминаниях, а в отношениях, в чувствах, в желаниях. И если, если бы вы, если бы вы ориентировались бы в своих желаниях и чувствах на него, то вам было бы достаточно того, что он, например, ну, допустим, счастлив, счастлив. Ну, раз у него вот есть другая девочка, да, то вам было бы достаточно этого. Но поскольку вам этого недостаточно, то есть, поскольку вас не удовлетворяет то, что он счастлив, и поскольку вы хотите ему признаться, да, да, вот, вы хотите признаться ему в своих чувствах, то получается, что речь идёт не о нём, а у вас. То есть, конкретно о вас идёт речь. Вот и возникает тогда вопрос. А чего же вы сами тогда хотите? Почему же вам мужчина нужен? Для чего и зачем? Причём, нужен настолько, да, что вы его даже забыть не можете по истечению времени, и другие люди, да, вот другие мужчины вам не могут дать того, что вы хотите. То есть, тут вот явно есть какие-то моменты, тут вот явно есть какие-то аспекты, о которых вам следует поразмыслить, как мне видится, да, вот. Дальше. Что касается мужчины и, собственно, его поведение, так как почему он так поступил. Я думаю, что здесь имеет место быть незавершённость, а хотя бы частичную незавершённость, да. То есть, вы не понимаете, почему так произошло, да, почему он с вами здоровался, подбегал там и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему он внезапно прервал взаимодействие с вами, по какой причине, по какой причине он это сделал. Вот. А вы этого, скорее всего, понять не можете. И именно потому, что вы не можете этого понять, вы и, значит, продолжаете, значит, о нём думать. Вот. Потому что вы же не понимаете, вы думаете, а вдруг всё дело в вас, например. Ну, или у вас могут быть какие-то и другие причины о нём продолжать думать. То есть, это вопрос уже немножко другой, да. Это вопрос подредности, это вопрос желания, это вопрос, может быть, страхов и так далее. Вот. Тут нужно разбирать. То есть, может быть, вот, у вас такое паспудное, паспудный страх одиночества. Тогда это, это родом из детства идёт. Вот. Значит, незавершённость. Ну, вообще, вот, если так профессионально, да, то незавершённость, это история, которая прорабатывается, прорабатывается, как бы, индивидуально, да, с психологом работает. Вот. И человеку помогает, значит, завершить, вот, то, что он не может завершить сам. Вот. Ну, это идеально, конечно. В данном случае, я предлагаю поговорить на ситуацию так. Значит, с одной стороны, да, вот, именно с одной стороны, на мой взгляд, Вот. Мужчина, а, испугался близости с вами. Вот. Притом, просто испугался близости. Он просто не выдержал ответственности, или он побоялся ответственности или он почувствовал что она слишком тяжела для него и не захотел ее брать может быть он близости с вами испугался а может быть подумал что вы слишком для него хороши и не пожелал согласиться с тем что у него есть какие то проблемы по допустим принятию себя так вот человек не принимая себя да вот он не способен принять себя не способен принять в себе какие то вещи и соответственно из-за этого для того что он не способен принять себя он переносит это на вас не хочу тебя портит и так далее это потому что это история про личностный конфликт внутренний внутренний против творится вот дальше идем следующий важный аспект аспект это то что не только в мужчине не только в мужчине может быть дело да дело может быть еще и вас то есть вот именно лично вас может быть дело то есть в каком смысле да вот что я имею в виду дело может быть в том что вы ам как то вели себя с ним так что его это от вас отдалило что это его напрягало ну именно вот в отношении него ваше поведение вот то есть в целом вы ему нравились в целом вы ему может быть нравились но вы вели себя как то так как ему не как ему было не по душе ну по той или иной причине да вот почему то вот почему то он вот пощипал что вы ведете себя неприемлемо ну для него неприемлемо да не для себя понятно что для себя вы может быть вели себя идеально для него неприемлемо вот и здесь конечно надо бы анализировать именно то как вы себя вели с ним вот ваше поведение с ним да возможно вы слишком нуждаетесь ну нуждаетесь или нуждались в отношениях возможно вы слишком торопили события вот возможно возможно вы не давали ему возможности быть наедине с собой вот ну то есть это такая история когда человек требует к себе слишком много внимания или требует к себе постоянного внимания вот а другого человека это может утомлять может напрягать вот ну и так далее то есть история вот такая эти моменты могут также влиять на то ну эти моменты могут также влиять на то что вы расстались поеду да то есть ну то что вот а не получилось у вас построить отношения вот то есть за это ответственных оба человека не только не только он да но и но и вы тоже и я думаю что знаете если вы так вот проанализируете да именно свои действия проанализируете найдете может быть их именно свои ошибки какие то да которые именно вы допустили и если вы лучше разберетесь со своими желаниями чего именно вы хотите опять же вот во всей этой истории допустим и ситуации если вы для себя поймете чего вы хотите ну вот то я думаю что вам будет легче то есть с одной стороны вы будете лучше реализовывать и удовлетворять свои желаниям будете делать это более независимо от другой стороны а вы увидев свои ошибки больше их не повторите вот тогда когда вы это сделаете уже можно будет с молодым человеком поговорить и сказать ему что вот ты знаешь вот не подумала и поняла что я была не права с такой вот в том-то в том-то в том-то в том-то в том-то вот ты меня пожалуйста прости и так далее и все вот этого в принципе достаточно достаточно понять что было нужно вам от человека его реакция его поведение почему он так успел это дело десятое это дело десятое как правило это мало мало что дает непосредственно субъекту субъекта непосредственно ну отношений вот поэтому этот момент пожалуйста учитывайте вот в целом хотелось бы еще обратить ваше внимание на то что вы ведете себя ну а достаточно зеркально то есть вы как бы спрашиваете у нас вот что мне делать что вообще делать да но как бы это вам решать что делать да во-первых нужна цель что делать чтобы что это первое второе решать себя к вам психолог не может давай решать и не должен вот но если у вас взвертванная позиция то это не желание брать ответственность за себя и соответственно если вы не желаете брать на себя ответственность то это может может являться одной из проблем ваших которыми в первую очередь нужно исследовать работу на этом все я надеюсь что мой ответ вам помог а если у вас остались дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку я буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи